Просто человек на самом деле не знает, что такое жизнь. То есть человек считает, что жизнь это то, что происходит. Это Даниил Зуев. Когда-то Даниил был ровный пацанчик, спортсменчик, но в какой-то момент с ним произошло чудо под названием просветление, пробуждение. Обзывайте это как хотите. То есть тут все само начинает притягиваться. То есть мне достаточно просто быть в этой тишине. То есть там, где я появляюсь, это секта. Ум затихает и в тебе говорит единое сознание, вселенский разум. Это чудо и произошло с Даниилом. Я ничего не делаю, но у меня все есть. Даниил ездит по городам и селам и проводит встречи, сатсанги, мероприятия, на которые приходит очень много народу. Слушай, сейчас я как хрестану тебя, знаешь. Ну, хрестану. Люди собираются вокруг просветленного человека с целью услышать истину, поговорить о ней и усвоить ее. Ну, я говорю о том, что можно безусильно быть материальным, но оставаться духовным полностью. Все мероприятия Даниила проходят бесплатно. Донейшн, пожертвования никто не отменял. Четенький костюмчик у тебя найковский. И кроссы ништяк. Нормально донатят. Могу одеть часы самые дорогие и прийти на сатсанг, чтобы еще больше внимания привлечь на этот сатсанг. Будешь хапать? Здравствуй. Здравствуй. Рад с тобой познакомиться. Меня зовут Джека. Данил. Круто. Слушай, я не назову это интервью. Я не готовился к нему совершенно. Я не знаю, как все сложится. Пускай это для и меня, и тебя, и для тех, кто будет смотреть это. Пускай это будет интрига. У меня зритель такой, что я больше чем уверен, что многим это не понравится. Огромная часть отпишется. И для того, чтобы было какое-то понимание у зрителя, который совершенно не понимает, что здесь будет происходить, несмотря на то, что я, наверное, сделаю какую-то обложку такую, вызывающую какое-то название, скажу, что там Иисус сидит у меня в машине. Ну, может быть, я так и не буду делать, кто его знает, да. Но все же хочется... Лучше так не делать? Да, конечно. Как карта ляжет? Кто ты, Даниил, и... Что произошло с тобой такое? Кто такой Даниил? Все это в том, что я сам не понимаю. Никто. Ты никто. Да. Я не знаю. Я знаю, кто я, но я не могу выразить никак словами. Для 99% населения планеты это бред. Это секта. С твоей точки зрения невежество это мысли 99% всего населения этой планеты. На самом деле, тоже немножко не так меня, может быть, когда-то услышал. У меня нет точки зрения вообще никакой. И по поводу даже невежества. Я вообще не считаю, что есть какое-то невежество или вежество, или как это можно все назвать. Потому что я не вижу различия вообще. То есть я не вижу разницы между людьми. Все просто одна жизнь. Поэтому я не могу сказать, что кто-то невежественный, кто-то вежественный и так далее. Поэтому здесь как бы точки зрения никакой особо нет. Если пытаться рассматривать какую-то мою точку зрения, то тогда сразу же всплывает какое-то собственное мнение, понимание. Но то, о чем я говорю и то, что я пытаюсь показать, это до понимания и до всех точек зрения. Это то, что позволяет быть любой точкой зрения. То есть то, о чем я говорю, это сознание. Я понимаю, что ты говоришь. Я понимаю, потому что я в теме уже года три. Но я понимаю, что большинство не поймет. Даже те, кто в теме. Ну тогда задай вопрос. Вот когда не надо, я пусто, знаешь. Вопросы просто исчезают здесь. Единственное, что тебе нужно, ты просто сидишь. Если твой ум смолк, просто в нем осталась тишина. Просто осознавай эту тишину. Задача просто всем вниманием остаться только в этой секунде. Потому что ничего, кроме этой секунды, нет. И внимание обычно просто скачет постоянно. Куда-то. Тяжело мне брать вот эти интервью, потому что у меня вообще нет вопросов никаких. Да, они исчезают. То есть в этом-то и существует. И когда люди приходят на встречи, вопросы обычно задают люди, которые еще не так сильно чувствительны. А те, кто уже чувствуют, когда я прихожу, появляется вот это безмолвие. Оно пожирает все вопросы. То есть как бы вопросы и мысли начинают просто испаряться сами по себе. Потому что твое внимание сосредотачивается только на этой секунде. Потому что это самое важное, ничего кроме меня нет. И поэтому я и говорю, что это как бы до всех точек зрения, до понимания, до всего. Потому что это просто эта секунда. Расскажи, как это произошло с тобой. Если просто пытаться объяснить это, то будет не всем правильно. Потому что когда я буду говорить, что это произошло со мной, человек начинает воспринимать, что это произошло с человеком или с личностью, как Даниил. Но это не так. То есть то, что называется просветлением, это не происходит с человеком и не происходит с личностью. Сейчас просто это стало как-то в тренде, что ли, я не знаю. Ну, это играет свою роль здесь. Это просто смерть. И в определенный момент, как будто что-то упало на голову и тело начало умирать. Тело начало просто испаряться. И я пополз до кровати. Дополз до кровати и... Тут нереально объяснено. Ты осознал это не в уме. Нет. То есть когда происходит просветление, ума нет. А ум это не то, что у тебя в голове. Ум это вся вот эта картинка. То есть когда есть сознание мира, да, это еще ум. В момент просветления нет сознания мира. Нет абсолютно никакого сознания. Нет сознания с помощью объекта. Есть просто сознание, которое никто не осознает. Потому что оно одно. Но это словно, как знаешь, вот это сейчас состояние бодрствования. Есть состояние сон. Есть глубокий сон без сновидений. И вот просветление это как глубокий сон без сновидений, только осознанно. То есть нету никакого я, которое уснуло в глубокий сон без сновидений. Просто мир исчез сквозь все состояния сна. Мир исчез просто сквозь бодрствования, сквозь сон, сквозь глубокий сон без сновидений. И просто исчез в истине. Это словно, знаешь, вот телевизор запущен. Кнопку, когда нажимаешь, знаешь, телевизор так выключается в центр. И всю картинку в себя забирает. Вот тут то же самое. И то есть момент, когда телевизор выключается, никто уже не может засвидетельствовать, потому что никого не остается. Поэтому даже нельзя сказать, когда ты умер. Ты даже не узнаешь, что ты умер, потому что на самом деле ты существуешь только внутри телевизора. Суть в том, что вы уже знаете об этом. И у вас складывается некое представление в уме, как это должно произойти, или какие-то этапы и все остальное. А я не знал, что это такое, поэтому у меня это было совершенно по-другому. Я просто наблюдал. Наблюдал за всем, что происходит, за личностью, за реакциями. И постепенно она все больше исчезала, как бы растворялась. Ты к этому спонтанно пришел, к этому наблюдению? Или какая-то проблема, сложившаяся в жизни? Нет, конечно, жизненные ситуации играют роль. То есть в определенный момент у человека рушатся цели, там все остальное, и он начинает думать, что не так. Но здесь большинство людей ставят опять новые цели и опять пытаются реализоваться. Но задача в эту секунду осознать, что цели твои всегда будут рушиться. И не пытаться, когда твоя цель разрушилась, создать себе новую цель. А просто полностью остаться вот с этим состоянием, которое возникло. Сколько Дане лет? Дане лет? Да. А я, если честно, даже не помню. Не, серьезно? Да, ну, брось. 22 или 23, 23, наверное. То есть днюшки ты уже свои не отмечаешь? Ну, там, так скажем, мама, папа, посижу с ними. Ну, просто нет ощущения больше, что мама, папа... Как родные отнеслись к этому? То есть, видишь, это тоже вопрос... Личностный. Да, этот вопрос как бы к телу адресован, то есть конкретно. То есть есть просто страх, как к тебе должны относиться. И то есть как к тебе должны отнестись родные и еще кто-то после какого-то такого явления. И типа, если я скажу, что да, нормально, и становиться, типа, спокойно, ну все. Можно, значит, тоже, типа. Но это все не так. То есть после этого просто нету такой ассоциации, как типа, вот, мама, папа. Так, прям, явно. То есть ты любишь, ты любишь еще больше всех. В плане любишь как одно, как сознание. Что все это одно сознание всегда. И ты как бы не просто знаешь, ты всегда видишь это. Ты всегда видишь, что все это ты одно. И нету ощущения, что ты как бы в теле. И поэтому все, что связано с телом, с том, как к тебе кто относится, как все остальное, это просто не имеет больше смысла, потому что ты осознаешь, что здесь только ты сейчас. И это просто утрачивает. Но нет такого, что кто-то из близких сильно отнимался от тебя? Нет, сначала, ну если так сказать, мама, она после этого, она в определенный момент сидела, смотрела мне в глаза и ревела. И говорила, где мой сын? У тебя в глазах пустота. Там никого нет. Потом постепенно привыкли, когда люди начали появляться там. То есть тут все само начинает притягиваться. То есть мне достаточно просто быть вот этой тишиной, да. То есть там, где я появляюсь, просто вот это вот возникает вот это пространство. Но нет такого, что те люди, которым ты так отрождествлялся, так с любовью, да, и ты вроде как не хотел их потерять при жизни, но так получилось, что по воле судьбы, по воле этого пути естественного, они откололись. Это до просветления все происходит, да. До этого момента? Да, да. До просветления ты полностью избавляешься от всех привязок к этому миру. То есть в случае, вот представь, вот это одно кино, да, просто целый сериал. И в нем есть персонаж, которым ты собой считаешь. Ты как сознание, как весь этот целый экран отождествился с одним персонажем внутри этого фильма. И когда все начинает разваливаться, кино начинает умирать, так скажем, да, исчезать, персонаж начинает цепляться всячески за все, что здесь происходит. Это как аналогия с Иисусом Христом, когда его распяли в Библии, да, это просто путеводитель по просветлению, на самом деле. Как история про Будду и про все остальное. Просто... Но в тебе сейчас сознание Будды, сознание Иисуса. Даже не в тебе. Так и есть? Нет, ты есть это сознание, оно одно. Оно не в тебе, ты есть, оно. Но твое тело это все-таки сделало это, да? В теле на самом деле никого нет. То есть это тело ничем от твоего не отличается. Единственная разница в том, что ты думал, что в твоем теле все-таки кто-то еще есть. И когда возникают какие-то жизненные ситуации, еще что-то это дает о себе знать. То есть возникает еще некое сомнение, и кажется, что для Ни-Ни я все-таки здесь живу. Позволь спросить, как я понимаю, что вот этот воздух, он является мной естественным. Все это я, только я хожу как какая-то оболочка в себя постоянно вхожу. Да, суть в том, что все это... Откуда эти знания? Все вот это ты вообще. Все это абсолютно. И это ты чувствуешь? Ведь это же, ну... Нет, я это не чувствую, потому что чувствовать может тело. Ты это знаешь? Я это и есть. То есть, ну, если рассматривать, как бы интересно тебе виденье, да? То есть я всегда до мысли. То есть я не могу быть ничем, что здесь происходит, но оно все внутри меня. То есть объекты выглядят как ненастоящие. То есть всегда мир выглядит как игрушечный. Но это не так важно, на самом деле. Это просто такое следствие этого явления. То есть я всегда через глаза смотрю как пространство. То есть ты смотришь на мир, но ты смотришь на него не как человека, а как пространство. Просто используя функции тела. И поэтому как бы со стороны кажется, что тело точно так же живет, но на самом деле нету чувства вот этого делания, что ли. То есть просто картинка идет и идет, чувствуешь, что как будто на беговой дорожке неподвижность и одновременные движения. И вот для этого тебе нужно просто оседать вот этой паузе, которая возникла. И вот в этой паузе можно просто как бы как песок в воде оседать. Ты чувствуешь свое сердце? Ну, многие говорят, что истинное я, оно там, кто говорит, оно справа от сердца. Кто говорит, это и есть внутренность твоего сердца. Да нет, это просто тоже игра. Все это идеи, такие концепции. Да, это все идеи, да. Ты себя не можешь видеть, ты себя не можешь слышать, ощущать никак не можешь. Потому что твое присутствие позволяет этому быть. Ты можешь видеть себя только вот здесь с помощью вот этого отражения. То есть все это твое отражение, и ты с помощью отражения можешь сам себя видеть, слышать, ощущать. Но без отражения ты сам себя увидеть не можешь, потому что это зеркало, которое отражает зеркало. И нету отражения, которое может сказать, что я вижу, я слышу, я ощущаю и все остальное. Мы здесь сидим, и здесь есть вот это спокойствие. и мысли как бы просто появляются, исчезают. И вот твоя задача просто смотреть только в это спокойствие. То есть вот сейчас есть восприятие, есть восприятие происходящего. И любые мысли, ощущения, вот эти машины, всё это происходит в своём вот этом восприятии. И твоя задача не реагировать на то, что происходит внутри этого восприятия. Внутри ты имеешь в виду, внутри мои мысли и ощущения? Всё, вообще всё. Всё, что есть сейчас, оно в твоём усмотрении, правда? То есть вот смотри, сейчас есть твое усмотрение А сейчас если взаимодействия будут На нашу сторону Неважно, смотри, я объясню Сейчас есть факт твоего существования Здесь Есть факт твоего присутствия, что ты сейчас здесь Не надо думать, кто и что Ты просто здесь сейчас есть Есть твое внимание, твое восприятие Твое усмотрение И благодаря твоему усмотрению Сейчас есть вот эти все объекты Тела, твое тело типа вот это, мысли, ощущения и все остальное. И все это в твоем смотрении, вот в этой точке, здесь, вот в этом моменте. И вот твоя задача не обращать внимания ни на что, что в тебе происходит, а быть просто вот этим смотрением. Осознавай собственное присутствие, просто вот. Мысли нет, и вот просто тони вот в этой тишине внутренней. Но это круто, когда мысли нет. А когда эти твари наплывают на тебя так, что... Не нужно в них вмешиваться. Так же просто следишь. Потому что если ты вмешиваешься, ты сам в себя вмешиваешься. На самом деле твоих мыслей даже нет. Твоих желаний нет. Здесь ничего твоего нет. Все это ты, но нет ничего твоего. Но если есть что-то твое, то ты уже претендуешь на какое-то более позитивное мышление или там какие-то более другие хорошие желания. И ты уже точно так же отождествлен, следовательно, будешь страдать. Ты можешь себе любое мышление создавать позитивное, там читать мысли, там визуализировать, там все остальное. Все это будет работать. Но ты будешь страдать. Ты не планируешь ничего, ничего, да? Есть такое, что ты ничего не планируешь? Я вообще не знаю, у меня нет ощущения, что я как бы особо живу вообще. Как бы просто жизнь есть. Ну, по крайней мере, ты реагируешь на обстоятельства, которые происходят с тобой, потому что это милостью является. Что если к тебе пришли вот с вот этим, значит, так вот, ну, почему бы с этим не соприкоснуться. Правильно я понимаю? Что, с чем? Ну, вот, например, я позвонил тебе и сказал, Даня, давай встретимся. Ну, плохим это быть не может, даже если сейчас я увезу тебя куда-нибудь и наручниками там закрою где-нибудь. То есть это будет нормально. Да, просто я чувствую, когда нужно, когда не нужно. А, ты это чувствуешь все-таки, да? Например, сейчас я говорю, Дань, у меня косячок забит. Давай-ка с тобой корнем милость. Милость, да. Будешь хапать? Просто мне неинтересно это. Кому неинтересно? Нету просто таких желаний. Кто тот, кому неинтересно? Нету желаний, которые всплывающие, чтобы уподобляться постоянно каким-то привычкам. То есть большинство привычек человека, это просто куча-куча желаний в голове. Куча каких-то старых памяти, еще чему-то, памяти об ощущениях, всем остальным. У меня нет никаких ограничений вообще. Ты можешь и покурить, и выпить алкоголь. Ну, как бы, я не говорю, что я могу это сделать. Пьешь алкоголь иногда? Нет. Тело может сделать, но мне это не нужно просто. То есть как бы... То есть тело все-таки может что-то сделать? Да, конечно. Тело может все что угодно делать. Нету, как бы, особой необходимости. То есть нету больше привязанности ни к чему. То есть ты не можешь больше ни к чему привязаться. У меня некоторые друзья спрашивают, Жек, ну вот смотри, ты вот сейчас пробудишься, да, классный парень. И какие, говорит, плюсы от этого? Раньше, раньше, когда я с точки зрения квантовой физики на это смотрел, я понимал, что это плюсы. То есть мое эго вписалось во все, в этот блудняк. Эго думает, так, жизнь оказывается вот такая, работа с мозгом. Я всегда знал, что мозг может ля-ля-ля-ля. И я хотел бабок. Я благодаря этому пришел сюда. Сейчас я понимаю, что мне неохота отвечать людям, которые спрашивают, какие плюшки они от этого получат. Да, суть в том, что пробуждение даже, оно происходит не с эго, а от эго. То есть пробуждение происходит от человека. Не с человеком, а от человека. И поэтому все бонусы, которые люди ждут, они происходят внутри человека, внутри его воображения. Но это пробуждение от человеческого воображения. У меня сейчас нарисовалось такое, не знаю, уравнение, которое может для зрителей, которые не понимают вообще, о чем эта речь. Ну, как это объяснить? Внутри каждого человека, каждого существа есть единое «я». Давай так его назовем. Ну, давай я объясню. Не то, что внутри каждого человека. То есть просто человек на самом деле не знает, что такое жизнь. То есть человек считает, что жизнь это то, что происходит. Но то, что происходит, это уже проявление жизни. То есть то, что сейчас есть твое тело, вот это есть, там, вот эта машина, вот этот мир сейчас, это все проявление жизни. Жизнь это то, что позволяет быть. И вот это и есть сознание. То, что позволяет быть. Даня, ты говоришь как Будда. Ты говоришь четкие фразы, но они не ясны для прозрителя, который вообще не втыкает в тему. Это такой вопрос, что если человек срезонировал, он срезонирует сразу же. То есть люди иногда могут слышать слова, но не понимать слова, но они чувствуют то, что за этими словами, то, что сейчас говорится. Они чувствуют нечто, что резонирует и все. И они уже не могут отдалиться как бы от этого. Они хотят дальше узнать, что это такое. А есть те, кто будут думать, что они понимают слова, но им не резонирует на самом деле. Они не чувствуют, потому что они сравнивают. Поэтому как есть, так есть, все на своем месте. И кому срезонирует, тому срезонирует. И тебе тоже не нужно по этому поводу переживать. Все сейчас так. И все, что говорится, должно быть сказано. И говорится так, как должно быть сказано. Потому что ничего, кроме этой секунды, нет. Поэтому этот кадр, который сейчас происходит, он просто в этом фильме должен случиться. И он случается так, как должен. Все. Ты живешь по милости. Ты не создаешь, не анализируешь. Что, например, люди боятся, человек боится делегировать эту жизнь жизни. Человек боится одного узнать, что он на самом деле не живет. Мы же привыкли все решать сами. Амбиция, гордость. Я такой. Я решу это. Я это решу. Я это сделаю. Я-я-я. Я-я-я. Да, я-я-я. Я вот такой-то. И это я, которая всегда хочет проявить себя как личность. Оно считает, что оно Бог. И оно творит свою жизнь. Но этому я тяжело взять и вот это вот я личностное. И взять и... Я ладно, я делегирую все то, что я должен был делать вот этому всему. И вот так вот сидеть. Вот в чем тяжесть, наверное. Суть просто в том, чтобы внутри оставаться вот без этого я, а тело двигалось. То есть тело подстраивается под палитру, которая происходит вокруг, но просто внутри. При этом ты остаешься с осознанием, что тут вот просто тишина. Без вот этих эгоистичных стремлений, но тело как бы подстраивается как одна палитра под все, что есть вокруг. Тогда картинка сама по себе целостная. Вся проблема-то в том, что тело подстраивается в любом случае под то, что происходит. Потому что тело и мир это одна картинка. Они по отдельности не... Ты их сейчас не воспринимаешь по отдельности, а вместе. Четенький костюмчик у тебя найковский. И кроссы ништяк. Нормально донатят. Не знаю, я не задаюсь таким вопросом. Да, есть люди, да, которые у тебя решают? Ну как бы, да. Они сами нашли тебя, да? Да, да, организаторы просто всего. Вот, например, выбор одежды. Я шмоточник, но сейчас мне так пофиг на шмотки. Эти штаны не стираны уже две недели, даже пятно у меня есть от чего-то. Мне пофигу на эти шмотки, на этот причесон. Мне стало пофигу. Хотя я пижон еще тот. Мне тоже, но мне выбирают. То есть не ты это делаешь. То есть мне сейчас надо сказать, ребята, когда я проснусь, там, бро, ты отвечаешь за мой лук. Не, на самом деле нет, это видишь, это не значит, что, типа, ты ничего не делаешь. Нет, это просто ощущение, что ты это делаешь. То есть это просто спонтанность. Я не знаю, как это описать. Ну, тебе фортануло, что тебе выбирают, твой прикид. А так было бы нам все пофигу. И сейчас бы ходил бы с посохом бы. А я так и ходил. Ну, не то, что с посохом, но как бы, ну... Ты спортсменчик? Ты высокий? Ты баскетболист? Нет. Нет? Нет, я занимался единоборствами полжизни давно. Всякими разными. Если сейчас кто-нибудь захочет схлестнуться с тобой, будешь драться? Я знаю. Это просто выдумка. Выдумка? Ну, ты же выдумываешь. Слушай, сейчас я как хлестану тебе, знаешь, ты набросишься на меня? Ну, хлестану. А, ты не знаешь? Я не знаю. Ну, я не смогу тебя хлестануть. Буду передо мной сидеть. В этом есть суть, что люди пытаются придумать, типа, а если бы... А если бы, а если бы, а если бы... Так нету, есть ли бы никакого. Вот сейчас есть этот момент. Как будет, так будет. А с точки зрения отношений? Девушки, дети? Видишь, я не рассматриваю просто как бы выбор. То есть со мной рядом может оказаться хоть кто вообще. То есть я не ощущаю, что я с человеком в отношениях, да, еще что-то. Просто картинку проживаю. Ну, в общем, как карта ляжет, да, получается? Да, вот. Она скажет себе, все, выходим, типа, женимся, а ты скажешь, да. Фильм идет сам по себе, и, то есть, блин, просто кино идет. То есть это тело просто тоже как часть вот кино, и я смотрю, как все идет. Прикольно. То есть получается, что просто сейчас любая графиня подойдет к тебе и скажет, Даня, подолтай. Ну, это опять ты рассматриваешь, если бы, если бы, с чего ты взял, что это произойдет. Ну, я сейчас возьму актрису какую-нибудь, ну, и она так и замутит. Ну, ты сначала найми. В этом-то есть. Сначала найми. Нет, меня интересует жизнь, бытия, вот, идти по пути, который тебе уже предоставлен, когда у тебя, по идее, ты не вмешиваешься в этот выбор. Если это произошло, то произошло. Тебя интересует жизнь. Есть какая-то интуитивная, какая-то концепция, которая скажет, нет, детка, я на тебе не женюсь. Что-то скажет внутри это или нет? Тебя интересует жизнь, бытия, а бытие не интересует вообще ничего. То есть, бытие просто проживает то, что проживается. Но у тебя есть просто вариант, что может появиться девушка, которая предложит тебе замужество. Но может появиться девушка, которая никогда не предложит замужество. То есть, понимаешь, это просто выдумка. Откуда мы знаем, что вообще произойдет через секунду? То есть, это просто концепция, и сами по себе думать, что в твоей жизни обязательно появится человек, который предложит тебе семью, детей. У тебя вообще может его не быть никогда. На твоих мероприятиях просыпается народ? На моих мероприятиях люди ощущают себя пространством, попадают в это. Но суть в том, что понимаешь, это не так просто в плане человек думает, что он должен проснуться, но это тоже игра. Нет того, кто просыпается, нету никого просветленного на самом деле. Это тоже игра. Люди сначала что-то испытывают здесь, а потом думают, что проснулись, живут в состоянии потока. Это только тело может решить, что я проснулась. Типа эго такое оделось, и я проснулась здесь внутри этого сна. Но не человек просыпается, а не эго. Люди для того, чтобы как-то улыбаться и радоваться жизнью, хапают, бухают. Кому-то шипоголизм, кому-то спорт пускай, кому-то секс, кому-то какая-то извращенческая тема, кому-то сладкая, кому-то мучное. У каждого свой наркотик в этой жизни. А для чего это? Чтобы быть счастливым. Но быть счастливым можно просто быть и все. Просто быть и все. Да, но все остальное второстепенное. То есть все остальное отрицать тоже нельзя. Но не нужно быть этому привязанным. То есть в действительности, когда ты не принадлежишь миру, а мир просто случается, и ты действительно ему не принадлежишь, то все случается в одно мгновение, и у тебя нету как бы такого жесткого отрицания или наоборот углубления. Все просто проживается, но в следующее мгновение ты уже это можешь не хотеть больше повторять. Любое вообще. То есть задача человека просто научиться не привязываться ни к чему здесь. Потому что тогда создается иллюзия, что тебе что-то принадлежит. Но в итоге рано или поздно ты разочаруешься, потому что временное привязывается только к временному. А раз временное привязывается к временному, рано или поздно это временное исчезает. Либо сам человек, либо то, к чему он привязывается. И все. То есть задача временному не привязываться ко временному А просто проживать временно и без привязанности И отождествления с этим Тогда нету ни претензий, ни ожиданий Просто пятая секунда И никто не знает, какая она Она просто есть Почему мясо ты не ешь? Ну в чем прикол? В определенный момент просто я перестал его есть И все Ну сейчас я просто не... Зачем его есть? А рыба? Рыба? Очень редко В роллах это бывает Очень редко Ну в роллах в общем так Потому что я вот не ем мясо А потом ловлю себя на мысли Ну вот короче мясо появляется у кого-то блюдо И я вроде хочу съесть А потом думаю Ну вроде бы это идея Просто опять-таки идея Что типа я не должен есть мясо Ну как бы да Это все равно идея В любом случае здесь все сознание Но можно все-таки да Как бы иметь сострадание Что иметь? Ну сострадание к животным Аааа сострадание к животным Можно да Вот Можно Можно Елки-палки Точно Я и про них забыл что-ли Типа тоже я Да Кто здесь? Ну и потребность к еде Она есть? То есть ты ощущаешь телом Что тело захотело кушать? Да Да Конечно Без проблем Все ощущения так же есть Просто нет ощущения Что как бы ты в теле Ты как бы Ну вот иногда тело там Хочет там Может пивка в бутылочку Засадить там Холодненького Не не хочет Тело не хочет Ну просто тело уже привыкло Потому что тоже Просто в нем нет таких желаний Просто в нем не всплывает Ну было же раньше Когда Данька ты любил потусить После тренировочки с пацанами Тю-тю-тю Наверное да Но я уже не помню Да ну брось Ты не помнишь как складывалась твоя жизнь Друзья, товарищи там То есть все просто Улетает То есть можно вспомнить Но нужно потрудиться Запариться по этому поводу Да То есть как дальний сон там Откуда-то вытащить А так-то просто вот Я говорю как будто Беговая дорожка То есть я на месте Как будто хожу Картинка меняется Куда ты едешь Там в другой город Нет ощущения Что ты едешь куда-то Просто вот как будто На экране изменилась картинка И все Хейт присутствует какой-то В твою сторону Ты это видишь? Да я не знаю Наверное Как бы Нет, ну ты видишь там кто-нибудь А этот просветленный Ну мое Там туда-сюда Да это всегда же будет Но ты это видел? Да, конечно Да? Да, но Ты по улице идешь И кто-то тебе может что-то закинуть? Да я не знаю По улице нет А просто в интернете? Да В интернете-то у меня Знаешь, сколько этого говна? Это кошмар Раньше тоже запаривался Сейчас вообще пошло Да нет, достаточно человеку Просто прийти на сатсанг И все вопросы еще знают А На сатсанге есть что-то такое Что там Эээээ... Сектант Там Кто-нибудь Что-нибудь исполняет Не было Да нет Обычно на сатсанг Все приходят И там Атмосферно, да? Ну там просто Да, неподвижность Многие даже Говорить-то не хотят Не то, что там Присутствие такое Просто сидишь Вопрос есть У тебя есть наличные деньги, которые ты тратишь? Тебе выдают запешку, да? Нет, не запешку Ну, грубо говоря Просто на карту переводят, если мне что-то нужно А, если тебе что-то нужно? Что-то нужно купить, мне переводят А что тебе нужно? Кому нужно? В любом случае, просто продукты Что угодно Суть в том, что видишь, вы рассматриваете искренности Но я не говорю, что Тело, это не часть тебя Все это одно целое, абсолютно не разделяется Вот, например, выходит новый айфон Без проблем Если у меня есть деньги, я пойду и куплю его А кому он нужен? Никому не нужен Просто почему, если он есть В этом-то и существует Мне ничего не принадлежит Я тебе могу рассказать одну притчу, чтобы ты понял Допустим, царь однажды ехал На коне своем На повозке И видит, что дерево стоит И у дерева медитирует мужик под полночь постоянно Он проезжал мимо каждый раз И в определенный момент Какой-то день решил остановиться Он останавливается и решил подойти Что это такое за мужик? Может, это просветленный, еще какой-то Он подходит к нему, начинает разговаривать И решил его проверить Говорит, поехали со мной в мои богатства Мои царства Он говорит, поехали Все, они сели, приехали к нему во дворец Он говорит, так, нужно его проверить Давайте ему одежду выдадим самую богатую Ему предлагают одежду самую богатую Бриллианты, там все Он такой, давайте Одевают все на себя Он такой, царь сидит Типа, что такое Как это так, блин Он богатую одежду надевает Говорит, накройте стол самый, типа, мощный, там, богатый Там, все, еда, вкусно, все Он садится, тоже есть, начинает Говорит, я не понимаю, как так вообще происходит Но я что, обманываю? Все, определенный царь не выдерживает И просто срывается Говорит, еще обманщик И ты, там, такой просветленный Ты здесь все от меня принял Все дорогоценности, все остальное И этот просветленный ему говорит, типа Скажи, запрячь двух коней И поехали, типа, со мной Он такой, куда? Он такой, ну, поехали Все, они запрягают коней И они приезжают с ним к этому дереву С коней слезают этот просветленный Полностью раздевается до головы И в речку начинает заходить И говорит царю, давай, раздевайся, пошли Он говорит, куда пошли? Он говорит, не знаю, просто прямо вот через речку Он такой, а как я, типа, я царь, типа Как я все оставлю, королевство, там, свои украшения, все это Как я все доставлю? Он такой, ну, вот видишь, вот в чем разница между нами и тобой Я не боюсь просто принять то, что мне дают Но я тут же могу это оставить Вот и вся разница То есть человек, когда претендует на что-то здесь Он думает, что это ему принадлежит Но все, что здесь есть у этого тела Ему ничего не принадлежит Поэтому я не боюсь этого потерять вообще Ничего И поэтому это тело может одеться завтра в самую дорогую одежду Могу одеть часы самые дорогие И прийти на сатсанг, чтобы еще больше внимания привлечь на этот сатсанг И они все придут на этот сатсанг И я просто использую это для того, чтобы погружать их в это То есть ум просто здесь так устроен, что он цепляется как ворона Зачем погружать себе людей в это? Не погружать людей в это То есть смотри, как это все происходит Люди направляют свое внимание в кавычках, так и для понимания Людям становится интересно Они начинают привлекаться на что-то То есть ум готов как сорока на что-то привлекаться Куда-то пойти и еще куда-то сходить И он приходит И сначала он начинает смотреть на тело Ум сначала смотрит на тело, на то, как он надеет и все остальное Но потом он перестает замечать тело и начинает замечать присутствие И человек просто бум, сливается с тобой в это присутствие И то есть суть в том, что здесь нету разницы в чем ты одет Где ты работаешь Что ты ешь Дорогую пищу, недорогую пищу Разница лишь в том, принадлежишь ты этому или нет Поэтому я и говорю, что я пытаюсь объяснить Это духовность и материальность как одно Когда внутри абсолютная духовность и снаружи материальность Тогда тело как бы двигается, так как двигается, одевается Все что угодно вообще Но ты этому не принадлежишь И поэтому нету никаких усилий, чтобы это получить То есть люди обычно, когда материально, они используют разные усилия Используют эгоизм, чтобы это получить Через жадность, зависть, гордость и так далее Но я говорю о том, что можно безусильно быть материальным, но оставаться духовным полностью То есть ты остаешься один, как сознание Просто жизнь Просто целая, без гордости, без зависти, без жадности, без эго Но тело при этом тоже получает все, что нужно Но ты не планируешь, что оно должно получить, все складывается так, как нужно Потому что это абсолютная целостность Ты идешь и ты понимаешь, что ты можешь позволить себе Мэрину Вон тот, о котором твоя личность, которую ты уже забываешь и забыл Она этого хочет И когда вот Даня, ну не Даня, а ты идешь и говорю О, этот, скиньте мне на карту, на Сбер, я сейчас куплю этот Мерседес Такого же не возникает Ну, или возникает такая Да нет, не так это все возникает То есть суть в том, что даже смотрим с телефоном, да, пример, я тебе приведу Как это даже у меня, вот у меня iPhone XR У меня был старый Sharp телефон И в определенный момент просто люди, которые смотрели мои эфиры там, да Они просто сами взяли, скинулись и купили мне iPhone То есть суть в том, что я ничего не делаю, но у меня все есть Потому что я ничего не жду Для личности это непонятно, как жить внутри этого фильма, чтобы ничего не ждать и у тебя все было Но это и есть страх Потому что когда есть личность, которая ждет чего-то, чтобы у нее что-то было Происходит сопротивление с этой картинкой И жизнь не может как бы напрямую просто целостно проживать себя Но когда нету ожидания от этой картинки, ничего, ты просто готов отдавать ничего, не ожидая Все складывается так, как должно быть Потому что жизнь как бы максимально себя просто без сопротивления проживает во всех ситуациях, абсолютно во всем Сострадание Что такое сострадание? Оно и присутствует? Сострадание Ты осознаешь, что все это одно и на самом деле никто не нуждается в помощи Но при этом ты испытываешь сострадание, потому что это часть тебя Но ты осознаешь, что никто не нуждается в помощи А жалость это когда человек Жалость присутствует? Нет, жалости нет То есть жалость это то, что человек думает, что всем нужна его помощь Он должен всем помочь На самом деле в жалости люди бывают, скрывают свои собственные проблемы А сострадание это нечто такое, что иногда человек просит меня помочь ему Но я вижу, что ему нужна на самом деле не эта помощь А ту помощь, которую он хочет, это не помощь И в данный момент ему нужно совершенно другое Заметить, что ему не нужна эта помощь И поэтому сострадание это такая тонкая грань Вот ты мне навел на вопрос Вот эта вот наивность, она присутствует? Сейчас тебе я в директ напишу Дань, скинь там пятерку, пять тысяч рублей Ну прям кровь из носа, там тебе еще историю напишу Что повлияет на твое? Бывает скидываю То есть мне бывает пишут так Ты чувствуешь, что по-настоящему? Ты как-то это ощущаешь? Да, я просто смотрю и даю человеку шанс То есть, допустим, человек мне пишет Ну ты мне так-то, 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 так-то Я говорю, а в чем проблема? Почему у тебя нет денег? Ну вот у меня нет работы там сейчас То есть я говорю, почему у тебя сейчас нет работы? Ну вот так-то, так-то Я такой, ну окей, все, скидываю человеку денег, которому попросил Но это не значит, что я каждому буду отправлять Это просто пример Проходит какое-то время, человек опять у меня просит деньги Ну да, я говорю, ты нашел работу? Нет пока Я такой, ну все, ищи Все, все просто Людям можно помочь Ну ты как-то это обдумывал? Если ментально ты... Нет, я вообще не думаю Когда я разговариваю, когда я что-то делаю, я не думаю, потому что я не могу думать Нет никакого меня, которое может думать вообще Сознание не думает Это не эгоизм Опять не описать, откуда ты это видишь? Нет, 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 просто вижу Все, то есть все, что есть вокруг, это я Я просто как-то не могу объяснить, как это происходит Просто какое-то вот есть ощущение постоянно Почти все гуру, кто именно вот по вот этой теме Они говорят о том, что ты не рождался, ты не умрешь И вот это вот сознание, которое смотрит на все это, когда твое тело, оно умрет Тело умрет, ты все равно, ты есть, ты никуда не денешься Эти познания, они присутствуют тоже на инстинктивном уровне Или как у тебя это происходит? Да нет, просто я есть это сознание, которое не рождается, не умирает Ты это знаешь и все Это просто, это просто, это проживается Сейчас в 8 минут Нет, это так проживается Хаджама, все, а ты как бы, ты есть Ты со стороны будешь наблюдать на этот? Нет, нет Тело просто умрет и все А куда денешься ты? Никуда, потому что я нигде не был Ты будешь есть, ты будешь есть, да, просто Я уже здесь, я даже тот, кто воткнул нож Ага, ну да Понимаешь То есть это все идеи Как все интересно Но все это идеи, понимаешь, самое главное, что все это идеи Этот разговор, он вообще никому не нужен Да Но одновременно нужен Он только заставит думать там кого-то Но одновременно нужен Лопатить Одновременно нужен, да Все, что здесь происходит, неправда, но одновременно правда То есть здесь могут быть любые разговоры, любые переживания, состояния, ощущения, движения Все это будет только внутри этого сериала, пока телевизор включен Все Ну что, Даня, я не знаю, что Это все, наверное, увидимся на сатанге Да А я сейчас возьму и пойду с тобой, узнаешь Там не получится зайти Мне? Да Ты что, я блогер Сейчас мы в паре, узнаешь как Ну все, все, это уже я возникло Да, это я Да оно я тут и сидело В моментах ты меня выдергал, в самом начале И я только думал, блин, надо интервью делать, типа, знаешь Ну вот на сатанге придешь, посиди, покарфуешь Приеду, короче А у меня сейчас я уже не поеду домой, сейчас уже где-нибудь перекантуюсь Сюда приду, типа, самый первый сядет Да, займи место, потому что может не хотеть Снимать там можно, нет? Я не знаю Ну вы как к этому относитесь? Я не спрашиваю ни разу Да Ну просто там что-нибудь Хотя, я не знаю, мне так неохота все это снимать Проще, лучше просто побыть там полностью Ты себе представляешь Без съемок просто вот Окунись в это там В саму атмосферу Спасибо тебе Давай увидимся Рад был с тобой познакомиться Все, давай Давай, до встречи Давай, до встречи Спасибо, ребята Вот такая вот происходит Движуха Опустоши свой мозг Не думай ни о чем Ведь этот мир сейчас прошлое не при чем Эту секунду Это длинит половин Наблюдай, не думай моментом этим кайфаник И проснувшись утром сразу вспомни, кто ты такой Ты не прошлое, не будучи, а ты вообще никакой Тебя не, тебя не будет Есть здесь и сейчас все остальное Двое тело забудет О, застынула душа О, площадь у нас О, сестрица Выкидит башки дерьмо Начни нас обеселиться Миг, секунда Четкая рифма будет Слушайте Махунга Макунга 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 Выкидит башки дерьмо Начни нас обеселиться Макунга 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 Продолжение следует...